Всем привет! Эта история будет положена в основу основного квеста моей игры по SCP. Ссылка на игру в описании. SCP-970. Рекурсивная комната. Класс объекта. Евклид. Особые условия содержания. Все затронутые эффектом SCP-970 помещения подлежат приобретению фондом с внедрением соответствующего прикрытия. Попытки гражданских проникнуть на данную территорию следует пресекать, предпочтительно в соответствии с местным законодательством, проникающие подлежат обработке амнезиакам класса А. В соответствии с экспериментом 04 и приложением 970-02, на входах затронутой воздействием помещения должен быть размещен вооруженный персонал. Описание. SCP-970 представляет собой пространственный феномен, состоящий в том, что затронутое им помещение замыкается само на себя. Во всех зарегистрированных случаях это заключалось в возникновении в стенах дверей, расположенных одна напротив другой. Таким образом, что двигаясь вперед, можно в конечном итоге прийти в исходное положение. Изменение, к которому подвергается данная комната, не затрагивает соседние комнаты и этажи. Причина возникновения подобного феномена пока не установлена. Первое появление SCP-970, открытое фондом, представляет собой блок-камер в СЕК-319, построенный в качестве казаром для сотрудников класса D, и выполнявший эту функцию вплоть до 12.01.1973, когда несколько сотрудников класса D предприняли попытку совершения побега. Расследование инцидента привело к обнаружению ряда дверей, появившихся в блоке и ведших на противоположную сторону коридора. Было быстро установлено, что планировка здания делает такое невозможным, и что комнаты обладают нестандартной геометрией. Со временем этого инцидента было обнаружено еще 10 зданий, затронутых подобным феноменом. Из них 50% в 800-километровом радиусе от сектора 19. Примечательный экземпляр, обнаруженный в западном крыле правительственного дворца, удалено. В этом случае фонд не смог приобрести затронутое здание и столкнулся с несговорчивостью и враждебностью местных властей при попытке дать рекомендации по безопасности. Проблема разрешилась через полгода в ходе военного переворота, во время которого здание было разрушено, что привело к данной удалены, и в конце концов поставлено на содержание силами мобильных оперативных групп РО-8 и ПИ-1 при поддержке повстанцев. Приложение 970-01. Протокол экспериментов с SCP-970. Приложение 970-01. Протокол эксперимента с SCP-970. Эксперимент 01. D-970-294 оборудован налобной камерой и проинструктирован пройти через двери SCP-970-01. Субъект выразил сомнение в возможности феномена, но выполнил приказ и удачно проследовал через комнаты, проявив испугу и удивление, когда оказался в начальной точке. В видеозаписи внутренние измерительные устройства показали, что субъект не отклонялся от прямой линии, но все же вышел с обратной стороны коридора. Аномалия подтверждена. Этот эксперимент был предпринят в качестве отправной точки для сопоставления с данными последующих экспериментов. Однако, ввиду отсутствия феномена других свойств, я не уверен, что нам будет что тестировать. Доктор Юнг. Эксперимент номер 2. D-970-295. Было приказано повторить вышеуказанную инструкцию столько раз, сколько он сможет. Субъекта предоставлялась пища и вода. Также ему было приказано остановиться только по приказу или когда он совсем выбьется из сил. Субъект с умеренным энтузиазмом отнесся к предложенному испытанию и осуществил 205 прохождений. После чего при очередном получении воды с удивлением сообщил, что у научного сотрудника Тейлора ранее были черные волосы, тогда как сейчас они были свет. Во время эксперимента Тейлор не красила волосы. И коллеги заявили, что такой цвет волос она имеет уже в течение 9 месяцев. Тейлор отметила, что планировала вчера вечером покрасить волосы в черные, но передумала. Изучение данных с налобной камеры субъекта показало, что до 205 прохождения волосы исследования Тейлор были черными. Дальнейшее исследование обнаружило некоторые другие расхождения. От прохождения к прохождению эксперимент был немедленно прерван. Беру свои слова назад. Дальнейшие опыты необходимы. Доктор Юнг. Эксперимент 03. Д-970-296 выдана чип-карта, содержащая следующие данные. 16-битное псевдослучайное число, обозначенное как показатель А. Финальный счет футбольного матча, завершившегося за 20 минут до начала эксперимента, обозначенный как показатель Б. Утренний индекс Доу Джонса, обозначенный как показатель С. Пятидневный прогноз погоды для континентальных США, двухдневной давности, обозначенный как показатель Д. На западной двери был установлен сканер для считывания данных при прохождении субъекта. Д-970-296 был проинструктирован выполнить инструкцию эксперимента 0,1 столько раз, сколько он в силах. Показатель А, как и предполагалось, изменился после первого же прохождения. Показатель Б впервые изменил свое значение после 24-го прохождения. При последующих прохождениях отклонение начало возрастать. Здесь эксперимент пришлось ненадолго приостановить. В дальнейшем рекомендуется убедиться, что никто из задействованных сотрудников не проявляет эмоциональной заинтересованности в результатах матча. На 76-м прохождении было зафиксировано первое непредвиденное событие. Карта содержала длинную записку в дополнение к помещенным на нее данным, а также альтернативные значения показателя Б – счет матча по жесткому баскетболу. Этот вариант показателя Б был ранее предложен научным сотрудникам Тейлор, но отклонен доктором Юнгом. Смотрите выше примечания об эмоциональной заинтересованности. Д-970-296 отказался от дальнейших комментариев по поводу инцидента, сообщив, что был допрошен при 10 предыдущих прохождений итераций, пока предыдущий доктор Юнг не добавил на карту записку. Сканер был перепрограммирован для добавления записи на каждую карту. Примечание научного ассистента Бостона. Доктор Юнг обнаружил техническую проблему со сканером и попросил научного сотрудника Тейлора пойти и привезти кого-то, кто в этом разбирается. После чего она прошла через дверь в предыдущую итерацию и вернулась со вторым доктором Юнгом. Оригинальный доктор Юнг отказался от такой помощи, что привело к спору между двумя докторами, который усугубился, когда третий доктор Юнг вышел из следующей итерации, жалуясь на медленный темп эксперимента. Вознагласия в конце концов были пресечены сотрудниками службы безопасности, которые постановили а. Перепрограммировать сканер силами второго доктора Юнга и б. Всем сотрудникам следует оставаться в их конкретной итерации во избежание путаницы. На 157-м прохождении вместо D-970-296 появился неопознанный мужчина, который был немедленно связан в соответствии с процедурами безопасности. Анализ данных с его карты показал, что он является фактически D-970-296, задействованным в эксперименте в другой итерации. D-970-296-1, как он теперь обозначен, показал синяки, полученные при предыдущих неоднократных связываниях в течение этого эксперимента. Доктор Юнг выдал ему картонный знак для ношения на шее, гласивший «Мне можно здесь находиться? Пожалуйста, прочтите примечание», на что D-970-296-1 ответил благодарностью. Показатель S впервые отклонился от первоначального значения на 234-м прохождении. Показатель D не отклонялся до конца эксперимента. 371 прохождение. Эксперимент показал, что с возрастанием числа прохождения точка отклонения от нашей собственной итерации находится дальше в прошлом. Это также показывает, насколько мудрым было бы заранее планировать любой эксперимент с SCP-970-01, чтобы убедиться, что все близлежащие итерации работают на той же основе. Кроме того, инциденты, описанные научным сотрудником Бостоном, свидетельствуют, что соседние итерации остаются неизменными на протяжении всего периода взаимодействия. Доктор Юнг. Эксперимент 04. Роботизированный зонт запрограммирован распознать и открывать двери 970-01 и оснащен видеокамерой. В коридоре приготовлено зарядное устройство, которыми зонт автоматически пользовался при падении уровня его заряда ниже 5%. Камера оснащена, удалено, блокируемым чипом, резонирующим с компьютером, установленным в коридоре при первом прохождении. Этот эксперимент отличается от эксперимента 2, поскольку он предусматривает передачу данных в первую итерацию, в то время как в эксперименте 2 передача данных шла в предыдущую итерацию. Видеозапись длилась около 600 часов, за которой было совершено удалено прохождение. Анализ записи показал следующее примечательное прохождение. 213. Первый, бросающийся в глаза на доктора Юнге, надет красный галстук. 704. При этом и последующих прохождениях научный сотрудник Тейлора отсутствует. 1061. Научный сотрудник Тейлора снова появляется, однако на ее бейджи теперь указано звание доктора. Удалено. Исследовательская команда подверглась нападению. Доктор Юнг застрелен выстрелом в грудь. Удалено. Исследовательская команда отсутствует. Стены забызганы кровью. Кровью начертана следующая символа. Удалено. Удалено. Исследовательская команда данной удалены черты лица. Не считаю, что дальнейшие эксперименты помогут что-то прояснить. Доктор Юнг. Приложение 970-02. Ввиду нервного срыва научный сотрудник Тейлор была направлена на психиатрическое лечение. Другие члены исследовательской группы пострадали от подобных, хотя и менее серьезных проблем. Причиной которых, как полагается, стал просмотр видеозаписи эксперимента 04. Всем пострадавшим в рамках комплекса терапии был введен амнезиак класса B. Эксперимент с SCP-970 на ближайшее время приостановлен. Также усилена охрана затронутых воздействием помещений.